так девчата съемка началась кто не успел накраситься это ваша проблема вот ясность и так что нас интересует только показывай показывать вот чем хороша опыт уже не надо 6 к одному всем к одному на глазок я уже даже перестал тебя проверять и так что ты делаешь ты делаешь стратификацию косточек теперь так почему вроде бы поздно сегодня 2 марта значит те которые уже доставить все равно те пойдут туда где юг почему это юля позади минутку сейчас покажем свою работу вроде дальше нет и не покой сейчас закончу тут получается так у нас страна такая я почему еще один фильм снимаю на девушек посмотреть все равно приятно это раз во вторых а значит где-то цветут деревья и где-то снег лежит и а посылаясь там получается чуть не опоздали потому что надо вовремя никогда цветут а когда только-только земля тает на все клопаты не позже а в других местах лежит снег и некуда садить начинается горшочки подоконник а потом плохо идут вот поэтому если все таки сильно рано получилось то тогда надо можно по горшочкам но холод холод не давать им развиваться это один совет следующий совет получается что те которые мы раньше заставили все а вы девчонки тоже учитесь может завтра вам самим придется уже все это объяснять допустим со следующего сезона то получается следующее значит там где весна раньше отправляем запоминайте те семена которые раньше были застрессированы а вот эти омск томск красноярск новосибирск и североевропейской россии как раз поспеют к тому времени когда растает но это все общее понятие теперь так многие из вас друг другу посылают посылки давай покажем как мы посылаем вот ты уже успела сегодня только одна посылка это я уже успела замотать так но кто-то замотала мы покупаем собрала черенки потом положили все в пакетик в один а во второй чтобы они не разлетались а сверху так друзья знаете почему это я это все объясняю мы обещаем подробно я получил за свою жизнь особенно первые годы несколько десяток посылок знаете каких гнилых кто-то внушил людям заворачивать мокрую газету вот кто-то внушил людям напихать туда мокрых тряпок она должна быть просто герметическая вот как здесь полная герметизация сто процент два мусорных пакета потом это тоже герметизация и наконец сверху еще пищевая пленка высохнуть не могут тогда зачем их подвергать опасности гниения значит ничего мы туда мокрого не добавляем и даже зимой если бы это было для нас допустим ну то есть чтобы достать его в апреле мая и привить допустим это нам все равно в таком виде она хранится месяцами не только на пересылку 5-8 дней и сейчас только пришло ко мне письмо человек получил на третий день но это я на вебинаре похвастаюсь покажу посылка пришла так и пишет на третий день то есть один день один второй один день была у меня второе было на посе и на третий день уже у него вот такие чудеса случаются тогда тем более вот именно такая упаковка значит доедут без всяких проблем так следующий момент значит 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 вот так вот получается так я вчера смотрел сколько стоит пластиковый мешок где-то около 100 рублей вот этот не мешок а конверт за это я заплатил три таких рулона несколько тысяч это чтобы на цены не обижались так дальше значит ну а остальное мы уже рассказывали так я тебе мешаю работать проходи вот в принципе мы твою работу уже показывали надо ли показывать нет но еще показать пару холодильников значит тот холодильник я уже показывал а вот этот по моему нет заглянем в него все сделано с запасом с расчетом что большую часть мы потом выкинем вот то почему все таки есть надежда а вдруг купят поэтому что я делаю вот распасована часть и в таком виде наверное в таком виде где-то в мае в июне я их в таком виде прямо с банками выкину вот это скорее всего но почему я снимаю этот фильм а вдруг какой-то момент ну обыватели уже много не купит это ясно вот смотрите за три дня было заказано восемь это вот и оплачено три это за три дня такими темпами все что в этом холодильнике придется выбросить а фильм я снимаю не зря девчата почему потому что где-то когда-то тут уже была попытки мне уже спрашивали вам звонили посмотрите девчата по вопросу вот вам звонили с государственной думы должны были позвонить и называли две фамилии вот которые хотят мне якобы помочь не мне а садоводство России вот моими руками никаких звонков не было и я уже давно пессимист и тем не менее если когда-то кто-то из наших прорвется вверх будет команда все это у меня выкупить всем институтам страны от самых северных до самых южных потому что чем южнее тем окажется больше проблем именно с абрикосами это касается в том числе и весенних заморозков чтобы девчата чтобы вы в курсе были следующее Ваулин Александр Юрьевич который кажется Александр Юрьевич имя отчество начинаю забывать Алексей Юрьевич Ваулин исполняю себя за 6 суток купил мои саженцы размером с карандаши вот смеяться будете по 30 рублей самосев который был никому не нужен вырастил сад получил для молодых деревьев рекордный урожай так вот и самое главное что в одном месте было написано он же отчитывался он это самое выступал на этих самых как они называют на конференциях что выдержали весенние заморозки минус 8 а в другом случае минус 9 а это речь идет вот об этих вот вот об этих вот вот уникальная вещь а представляете что он один такой это Мярский институт он один такой на всю страну а не мало ли а институтов десятки а еще надо студентов научить а моя моя идея фикс или как там забыл как правильно называется такая идея заключается в том чтобы все учебные заведения наконец-то сады выросли учебные институты университеты и академии вот а другой такой коллекции как в этом холодильнике в этом холодильнике видели нет на всей планете не только в Сибири почему самый мазостойкий в мире на уровне мировых стандартов то есть в Италии в Испании Голландии не лучше наших вот может быть не хуже но и не лучше и когда-то на это должна обратить наука я уже несколько раз обращал и в предпоследний девчатам этот самый фильм как звучит садовод железов двоеточие президенту пора а дальше было так президенту пора ударить кулаком вот разбудить науку вот это я уже вынужден прямо в открытую обращаться к президенту ну на этом я заканчиваю наш разговор увидели что такое кухня железовская вот видели мою помощницу